как сейчас называется мы сегодня приехали в протарес честно с утра у меня был такой легкий когнитивный диссонанс во первых мы очень долго собирались и во вторых сегодня уже предпоследний день и все хочется все хочется еще раз может быть даже два и понимаешь что времени уже не так много и нужно что-то выбирать между чем-то проверенным старым хорошо знакомым и чем-то хотя бы немного новым но вот это вот любопытство она такая штука взяла свое поэтому мы решили приехать про тарес на пляж sunrise мы увидели со стороны другой со стороны пляжа фик 3 бей со стороны беседки мы доходили до туда показывали ну и вот сейчас вышли у макдональдс это нужно от макдональдса сразу первый ворот на лево вот мы подходим к пляжу думаю уже уже видно здесь вот такие пальмочки растут симпатичны видно что здесь есть понтон по которому можно выйти в море честно с каждым днем все жарче и жарче вот и понимаю что сегодня уже прям прям реально печет хотя до этого было тепло но не было вот этого кипрского пекла а сейчас уже вполне такая устанавливается летняя погода хорошо что еще вечером пока становится свежо потому что в пик сезона здесь конечно будет и вечером очень жарко вот так вот вот давайте сейчас секунду вот мы вышли получать сам его конец каким-то образом волшебным вот такой большой пляж но народу конечно огромное количество здесь на понтон нам на мост на перс да видно что там тоже какой-то полу дикий пляж там конечно уже немножко другая ну кстати там крутая мы наверно сейчас туда и пойдем там там никого нет если вас задолбали туристы и вы хотите немножко отдохнуть да там не такой не такая широкая линия да там почти нет лежаков и и эти скалы зато там спокойно вот смотрите отсюда будет сейчас идеальный идеальный вид на sunrise чтобы понять вообще как он выглядит для понимания мы пока что не нашли здесь плохих пляжей ну прям реально планирую посмотрите вода красивая красивого цвета вода чистая особенно там ничего никакого мусора не плавает то что плавает это все буйки много людей много народу но естественно посмотрите сколько здесь отелей вся береговая линия состоит только из отелей и много приезжающих каждый автобус например из айенапы сюда тоже привозят людей хотя война пью нас конечно пляже не чуть не хуже и наверное даже лучше но все хотят какого-то разнообразия поэтому люди едут сюда сейчас 8 на понтон на мост на перс здесь конечно очень приятно находиться особенно сейчас жару здесь такой морской бриз который охлаждает мы сейчас дойдем до конца ну как везде на персе здесь предлагают различные развлечения пожалуйста круизы есть здесь есть расписание круизов вот есть лэйзи дэй сансет что еще dolphin safari dolphin safari то есть ленивый день здесь указано указано дни недели когда это проходит стоимость в евро так и количество остановок для плавания вот где-то одна остановка например sunset там всего одна остановка будет если же лэйзи дэй или dolphin safari то там три остановки стоимость очень умеренная от 14 до 40 евро в принципе это в любом случае дешевле чем предлагают туроператоры а получаешь то же самое абсолютно не дошли в итоге мы до конца этого причала встретилась там одна немецкая женщина которая здесь 14 лет уже живет и вон тот вот дальний кораблик за причалом построил ее муж ее муж построил уже здесь два корабля у них такой вот бизнес на видео было видно на самом деле их вывеска она потом просто вышла мы с ней разговорились сюда после обеда вот так приходят различные кораблики здесь заканчивается многие экскурсии хочется заметить что стоимость морских прогулок здесь порой до двух раз дешевле чем в янапе то есть за то за то что вы на обе проще 20 евро здесь стоит от 10 до 14 евро за и 5 за ребенка и и и и и и настало время обедать и уходить пляжа сам нравится хороший пляжик но народу много и и кстати отличается тем что здесь не так много наших садичных очень много британцев шведы есть наших не так много в этой части поэтому если вдруг вы хотите еще все хотите почувствуется за границей приходите сюда мы решили посетить немецкий ну в германии это сеть ваш самый крупный супер и гипермаркетов решили посетить его на кипре называется лидель посмотреть что там есть какая какие продукты потому что естественно если здесь жить то кафе это хорошо но во первых все таки кухня кипрская достаточно однообразная и захочется чего-нибудь приготовить самим ну и во вторых все таки это ну если например вы за здоровое питание то кипрская кухня при всем своей здоровизне она не диетическая далеко поэтому продукты какие-то нужные будут если же вы отдыхаете тоже особенно те кто останавливается в апарт-отелях там есть кухни особенно большие семьи если кто надолго отдыхать приезжает тоже замечательная возможность деньги сэкономить и разнообразить свое питание особенно для тех кто с детьми и вот мы приближаемся к лидл посмотрим во первых какие здесь цены в какой ассортимент а для себя мы хотим посмотреть вообще можно ли здесь купить какие-нибудь местные местные ну продукты чтобы увезти с собой потому что например в Таиланде всякие специи и прочее мы покупаем не на рынках туристических а в Теско лодуши и прочих супер гипермаркетах во-первых для меня они более настоящие это там где покупают тайцы и конечно же намного дешевле все мы идем в лидл пожалуйста в лидл есть не только еда но и одежда здесь они вывешивают свои специальные предложения то есть если что-то хотите купить из одежды или забыли пожалуйста в лидл все есть ну и да конечно цена здесь ниже чем ну на такое необходимое ниже чем в магазинах и вот здесь вот специальные предложения на какую-то вручку есть корзинки но нам много не покупаем поэтому мы пойдем сюда и 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 ну вот как я говорил курица здесь дорогая Даже в Лидале почти 7 евро за килограмм Товарное соседство, конечно, нарушено Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что я вам скажу, друзья мои? Лидл есть Лидл, что в Германии, что здесь Магазин больше похож на пятерочку, что-то такого плана Но выбирать не приходится, это Кипр Здесь нет на каждом углу, в каждом квартале Огромного выбора магазинов Магнонтики, дырочки Дикси, а в Азбуке вкусно любой цвет и кошелек Нет, здесь есть лидер, либо маленькие периптеры Как мы называем, периптеры это киоски Конечно, в городах побольше И есть другие магазины, и большие магазины есть Есть метровые массоры Я уверен, здесь тоже что-то есть такое Но об этом знают только местные и никому не рассказывают Потому что иначе кто будет покупать в киосках Но у них до сих пор традиция киосочной переговли сохранена В счет того, что нет сетевой, нет большого количества сетевых магазинов Кроме безбой Если здесь жить, за отсутствие выбора, конечно, сюда придется ехать, я думаю Цены на что-то намного дешевле, чем в киосках На что-то дороже, чем в киосках Не стали давно засыпать, в принципе Ну зачем, может с таким же успехом зайти в пятерочку Если вы здесь захотите остаться на долгом, все равно в киосках не входят Сюда прийти придется Фрукты, овощи Например, фрукты, овощи во многих часто на рынках И в киосках дешевле, чем здесь какие-то арбузы дешевле, или не дешевле Здесь вода же, например, дизированная Здесь, за счет того, что они продают ее в пэках 6-пэках по 6-6, а по 8-8 и по 8-8 И, соответственно, она, конечно, дешевле Если, например, баночка Coca-Cola варьирует за цена От 70 центов до доллара, до евро То здесь она будет стоить, сколько? 52 52 цента Конечно, если вы такое пьете, экономия большая В остальном, ну, лидер или не лидер Ничего особенного Но что-то найти, поесть, конечно, можно И выбор при этом нормальный Из продуктов, как минимум, все самое необходимое здесь есть А на что-то там рассчитывать, на морепродукты И там какие-то изыски не приходят Поэтому, смотрите сами, приезжайте Удачи! 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова